МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24. Субтитры на пену. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. О благоустройстве внутридворовых и внутриквартальных территорий в администрации прошло заседание межведомственной рабочей группы. Услышать тех, кто не слышит, в последние воскресенья сентября во всем мире отмечают День глухих. Добрые руки, приюты для собак, которые содержат пожилые соровчанки, нужна помощь. Далее расскажем по всем подробно. ЦИК утвердил итоги выборов. Единая Россия набрала конституционное большинство. У партии 324 места в парламенте, в том числе 198 по одномандатным округам и 126 по партийным спискам. У КПРФ 57 мест, у «Справедливой России за правду» 27, у ЛДПР 21, у партии «Новые люди» 13 мест. Всего в Думу прошли 8 партий, 5 по спискам и 3 по округам. Родина, партия «Рост» и гражданская платформа. Также в парламент избрались 5 самовыдвиженцев. Первое заседание Думы запланировано на 12 октября. Нижней палате предстоит в осеннюю сессию принять бюджет на 3 года. Глеб Никитин отказался от мандата депутата Государственной Думы и Зак Собрания региона, сообщили в пресс-службе губернатора. На выборах в Госдуму Никитин возглавлял региональную группу номер 22 от «Единой России» на выборах в Зак Собрания общая областную часть списка кандидатов в депутаты. Не всегда удается оперативно реагировать на просьбы жителей. Еще не сформирован комплексный подход к благоустройству внутридворовых и внутриквартальных территорий. На очередном заседании рабочей группы народные избранники обсудили, как усовершенствовать подходы к планированию работ по благоустройству города. Мы сегодня говорим о том, что нужно переходить к более комплексным подходам. Когда в администрации, конечно, совместно с депутатами будут вырабатываться программы долгосрочные, даже, может быть, не на один, а на два года, а на целую пятилетку, например, на время полномочий текущей Думы. Когда каждый депутат увидит, что на его округе в течение этого срока будут производиться какие-то работы по благоустройству, и эти работы будут актуальны сегодня, будь то освещение или ремонт проездов внутриквартальных. Депутаты также внесли предложение увеличить финансирование благоустройства по округам. Сейчас он составляет 500 тысяч рублей. Директор гимназии номер 2 Юлия Василкова вышла в финал всероссийского профессионального конкурса «Директор года России». Всего в нем примут участие 30 лучших руководителей школ страны. Они набрали максимальные баллы за портфолио и онлайн-тестирование. Финальные испытания стартуют 5 октября в Московской области. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Денежные выплаты у ряда категорий граждан вырастут с 1 февраля. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Размер ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан будет проиндексирован, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в 2022 году на 5,8%. В 2023 и 2024 годах на 4%, уточнила она. Кроме того, Голикова анонсировала увеличение материнского капитала в 2022-2024 годах. Например, за первого ребенка к 2024 году можно будет получить 544 301 рубль. Возможность выплаты больничных и декретных отпусков для самозанятых рассматривает Минэкономразвитие. Об этом сообщила газета ведомости. Самозанятые сейчас не делают отчисления в ФСС и не могут претендовать на выплаты. Минэкономразвитие попросило ФСС и ВСС высказать позицию по вопросу предоставления им таких прав. В Минтруде также подтвердили, что изучают различные механизмы обеспечения соцгарантий для самозанятых. Центр социальной помощи семье и детям города Сарова проводит набор в осеннюю группу школы замещающих родителей. Занятия пройдут с 4 октября по 17 декабря. Школа дает возможность будущим приемным родителям, усыновителям и опекунам получить полноценную подготовку и поддержку психологическую, юридическую, педагогическую. Обучение проводится в форме тренинга, а также включает лекции специалистов по желанию обучающихся, психологическое обследование и индивидуальные консультации. Занятия бесплатные. По итогам обучения выдается свидетельство государственного образца. Получить дополнительную информацию и записаться в учебную группу можно по телефону 98308. Ежегодно в последние воскресенья сентября во всем мире отмечают Международный день глухих. О том, как находят призвание и реализуют себя в профессии люди с нарушениями слуха, расскажем в следующем репортаже. Представьте себя иностранцем в собственной стране, и вы поймете, как чувствуют себя неслышащие и слабослышащие люди. Так о своих ощущениях говорит Андрей Калинкин. Мужчина живет в мире тишины с раннего детства. Но трудности его не останавливают, а закаляют. Талантливый мастер уже четыре года работает барбером и каждый день общается со своими клиентами. Я желаю всем, кто плохо слышит или не имеет слуха, использовать любые возможности, допустить успех в своей профессии и не понять, что трудности или не приняты мир из всех. Мы уже давно следим за профессиональным ростом Андрея. С каждым годом он становится все увереннее о своем мастерстве. Проходит обучение, совершенствуется и все больше и больше любит то, что делает. У многих людей со сниженным слухом либо с установленным диагнозом глухота у них у многих развиты именно творческие способности. То есть даже если у них по каким-то причинам не получается найти себя в какой-то конкретной профессии где-то на том же производстве, очень многие начинают заниматься каким-то творчеством. История Андрея – яркий пример того, что глухота не приговор. И люди с ограничениями слуха могут реализовать себя в выбранной профессии, если будут идти к своей цели и не сворачивать с выбранного пути. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Этой осенью ожидается более низкая заболеваемость, чем в прошлом году, но многое будет зависеть от соблюдения профилактических мер. Такой прогноз по ситуации с COVID-19 дал эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов. Он отметил, что несмотря на то, что 40 миллионов россиян вакцинировались, а также немало граждан переболели, этого недостаточно для достижения популяционного иммунитета. Нужно больше привитых, чтобы получить необходимую прослойку. Центр имени Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Препарат назвали «Гам-Ковид-Вак-М». Документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата, пояснил Кузнецов. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Александр Гинсбург рассказал, что существует два варианта подросткового вакцины, разведенная в концентрации 1 к 10 и 1 к 5. В первом случае никаких побочных эффектов эксперты в ходе испытаний не выявили. Во втором отмечалась небольшая температура в пределах 37,5 градусов. Напомним, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея разработал первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник Ви». Необходимо усилить государственный контроль за частными охранными предприятиями, которые обеспечивают безопасность вузов и школ. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бустрикин в интервью ТАСС. По его мнению, нужно ввести единые стандарты охраны, в том числе по оснащению средствами защиты, видеонаблюдением и сигнализацией. Кроме того, неоднократно говорилось о том, что критерием отбора частных охранных организаций должна стать не низкая стоимость услуг, а квалификация сотрудников, сказал председатель СК. Также, по мнению Бустрикина, родительские комитеты должны активнее контролировать качество охранных услуг. Это весьма действенный инструмент, так как претензии, которые нередко справедливы, приводят к проверке деятельности ЧОПов, а результатом этого может стать аннулирование лицензии, пояснил он. Напомним, 20 сентября студент Пермского государственного университета устроил стрельбу из огнестрельного оружия в здании вуза. Погибли шесть человек. Много лет в нашем городе существует неофициальный приют для бездомных собак. На свои средства его содержат пенсионерки из общественной организации «Добрые руки». Какая помощь нужна пожилым женщинам и их подопечным, мы расскажем в следующем репортаже. Частный приют для собак «Добрые руки» держится на плечах шести неравнодушных женщин. На собственные средства добровольцы кормят собак, лечат, стерилизуют и вакцинируют. Не всегда пенсии хватает на то, чтобы содержать столько животных. Узнав о тяжелой ситуации приюта, директор канала «16» Петр Смирнов решил помочь четверногим питомцам и привез им корм. Важно проявлять гуманизм, хорошее отношение, в том числе и к братьям нашим меньшим, к животным, особенно которые находятся в приютах. И стало известно, что общественная организация, которая здесь располагается, содержит бездомных собак, которые уже в принципе приличны в возрасте. И, конечно, захотелось им помочь, поэтому приобрели два раз килограммовых пакета корма. Также приюту необходимы люди, которые могут помочь не только материально. Всегда нужно что-то починить, построить, соорудить. В приюте нет света и воды. В таких условиях тяжелее всего зимой. Но питомцам и руководителям приюта помогают неравнодушные соровчане. Женщины занимаются такой добровольческой деятельностью с 2000 года. Сейчас на попечении волонтеров 15 собак. У каждого животного своя нелегкая судьба. Кого-то нашли щенком в поле, кто-то замерзал на остановке или производственной площадке. Мы уже пенсионеры. То есть, сами понимаете, пенсии нищенские. То есть, вечно работать мы тоже не сможем. Не сегодня, не завтра все будем, так сказать, безработные. И содержать мы большое количество собак просто ни физически, ни материально не сможем. Поэтому новых мы не набираем. То есть, вот этих доводим, так сказать, ума. Чаще всего приюты пополняются животными, которых просто выбрасывают на улицу. Не надо забывать о том, что мы люди в ответственности за тех, кого приручили. Не разбрасывайте собак к площадкам производственным. Там нет ни приютов, ни приемников. И ваши собаки там никому не нужны. Вот они сейчас вот выбросили двух щенков, и они кочуют от площадки к площадке. Это все опять-таки, ну, кто-то, может быть, их накормит. Кто-то. А впереди зима. Это холод и голод. Приют с радостью примет корма для собак, а также старые шубы и куртки. Особенно необходимы детские куртки для больной собаки. За актуальной информацией обращайтесь по телефону 655-40 или 5-86-80. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Около года на нашем канале выходит программа «Пешком по Сарову». Ведущая Анна Пилипец и ее гости открывают для вас неизвестные страницы истории города. Рассказывают о людях, которые стояли у истоков атомной промышленности. Помогают увидеть привычные всем достопримечательности с новой стороны. Свежий выпуск программы смотрите совсем скоро в эфире канала 16. В сентябрь что-то совсем не радует нас теплыми деньками. На улице сыро, мокро и слякотно. Но это ни в коем случае не отменяет наши телеэкскурсии. Мы немного схитрим и в новом выпуске программы отправимся пешком не по Сарову, а под Саровом. А в путешествие по подземному комплексу с нами отправится опытный экскурсовод Светлана Рубцова, которая а. не даст нам заблудиться и б. расскажет много чего интересного. В подземном комплексе на удивление тепло. Комфортную атмосферу здесь создают тепловые пушки, а освещение немного развеивает покров таинственности. Светлана Рубцова свои первые ощущения от знакомства с подземельями помнят и сейчас. Первое впечатление было таким, глубоким. Особенно, когда тебя ведут, и ты идешь практически в полутьме. Непонятно куда, непонятно зачем. Мыслей роится много в голове. Хочется все посмотреть, запомнить. Такое было впечатление, что действительно чего-то такого очень сокровенного. Интересно, сколько тайн, легенд и загадок хранят эти коридоры. Мы расскажем вам о самых ярких и запоминающихся. Это самое просторное место комплекса, а также оно самое высокое. И поскольку здесь достаточно высокий свод, его укрепили вот такой вот опорой. Выглядит она как арка. И, кстати, бытует мнение, что вот здесь висел колокол, который созывал прихожан и монахов на службу. Как открывали подземный комплекс? Кто помог обнаружить точное место для раскопок? Когда в нем появилась подземная церковь? И как монастырь вернул табличку, похищенную из нее больше 15 лет назад? Для того, чтобы найти ответы на все эти вопросы, смотрите программу «Пешком по Сарову» 30 сентября в 19.45. В Нижнем Новгороде прошел открытый ринг на призы Центра единоборства в Волгаре. Наш город представляли воспитанники спортивной школы ИКАР. О том, как проходили соревнования, каких результатов достигли саровчане, расскажем в следующем репортаже. Без разминки на ринг не выходить. Такое негласное правило у юного боксера Рамазана Султанова. Перед боем спортсмены разогревают мышцы, настраивают дыхание и разминают суставы, чтобы подготовить организм к максимальной нагрузке и во время боя не получить травму. Когда разминаешь плечи, там бывают меньше травм, и удар у тебя быстрее бывает, техничнее. У Арсения Жирнова большой соревновательный опыт. По словам юноши, на выездных соревнованиях важна не только подготовка, но и поддержка товарищей по команде. Ребята подсказывают спортсмену на ринге и подбадривают в случае неудач. На соревнованиях вся команда кричит имя в углу своего партнера в команде. У меня эмоции, конечно, хорошие. Я победил соперника, который ходил рамно, как я. Он ходил так же, как я, четыре года. Все спортсмены уникальны, поэтому каждому нужен индивидуальный подход к тренировкам. Тимофею Блинову больше всего нравится скакалка и спарринги с товарищем по команде Арсением Жирновым. По словам Тимофея, это помогает отработать технику и научиться контролировать эмоции. Скакалка мне нравится, потому что у меня на ней получается прыгать и она очень сильно хорошо укрепляет ноги. А отработка в парах, потому что я становлюсь в них увереннее. На открытом ринге Центра единоборств «Волгарь» в Нижнем Новгороде с саровским боксером не было равных. Воспитанники спортивной школы ИКАР вернулись домой с тремя золотыми и одной серебряными медалями. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова